Короче говоря, мы квиты. У каждого, кто подпишется, включит колокольчик и поставит лайк, будет всегда отличное настроение. Можешь сам проверить. Это был ужасный июль, 25 градусов тепла, а по ощущениям будто все 40. Одно радовало, что я подстригся на лысо, а вот моему брату вообще не повезло. Любыми способами он пытался себя охладить, но к сожалению у очкарика ничего не получалось. Сегодня мне даже было его жалко. Я просто обязан помочь брату. Взял машинку для срежки волос, дождался пока очкастый уснёк и хотел его избавить от этих ужасных волос, но он проснулся. Увидел у меня в руках машинку и был в бешенстве. Таким своего брата я ещё не видел. Его глаза чуть наружу не вылезли. Я решил не спорить с братом и быстро смылся. Ну братец, ты ещё пожалелись об этом. Через час выйдет последняя серия моего любимого сериала. Ну и чтобы убить время, я решил сыграть в Total War Arena. Там как раз скоро выйдет обновление с новым полководцем, который покажет всем, как воевали древние галлы. Так что нужно держать себя в форме, провести строевой смотр своих солдат, снарядить их оружием и доспехами, ну и конечно же навоевать несколько славных побед. Здесь тебе и несколько фракций на выборы, и более десятка полководцев с уникальными тактиками, и по-настоящему эпичные бои с участием тысяч бойцов, плюс ко всему конница, артиллерия и боевые слоны. Это нужно видеть. А регистрация по моей ссылке с инвайт-кодом даёт премиум на целую неделю и 500 голды сверху. Вы попробуйте. Игра очень крутая. Час прошёл незаметно. Я взял попкорн, включил сериал и как дурак начал улыбаться. Ведь сегодня я наконец-то узнаю, кто убил Габриэль. Не прошло и минуты, как очкарик начал мешать мне. Сначала я не обращал внимания, но очкарик захотел всё дальше и дальше. Я терпел. Но когда очкарик сказал... А я знаю, кто убил Габриэль. Я понял, что брат настроен серьёзно, поэтому решил договориться с ним. Он сказал, что не будет раскрывать тайну, если я постираю его вещи. Я без проблем выполнил его условия. Хотел продолжить просмотр сериала, но очкарик опять помешал мне. Вот объясни, почему ты не дал мне договориться. Конечно, ты молодец, что справился с вещами, но это ещё не всё. Ты должен убрать дома, помыть посуду и купить мне домик на побережье моря. И вот после этих слов я рассердился не на шутку. Тишина и спокойствие. Я включил сериал, но очкарик был готов к тому, что я его свяжу. Он освободился, прибежал ко мне и хотел раскрыть самую главную тайну. Но я сразу же надел наушники и закрылся в другой комнате. Я продолжил смотреть сериал. И вдруг мои глаза заметили записку на стене. Посмотри вниз. Я сразу посмотрел вверх. На потолке была вторая записка. Я знал, что ты сделаешь всё наоборот, убийца Фёдор. Я рассердился на очкарика и готов был прибить его, но сдержал свои эмоции. Очкастый радовался победе, но это был не конец. Я вспомнил, что уже пару дней он читает очень интересную книгу. Поэтому я должен был опередить брата. Мне удалось за ночь прочитать целую книгу. А на утро очкастый захватил ту самую книжку и пошёл в туалет. Очкастый. А я знаю, что случится в конце. Нет, нет, стой, стой. Что мне нужно сделать, чтобы ты молчал? Целый год ты убираешь дома и моешь мою машину. Договорились. Всё. Я молчу. Всё-таки я победил. Они все в конце погибнут. Мы квиты. Короче говоря, мы квиты. Ну и напоследок. Оставь оригинальный комментарий, подпишись на наш канал и влупи лайкозад. Тогда, возможно, именно ты выиграешь тикеры ВКонтакте и увидишь свой канал в конце следующего видео. Ну и, конечно же, хотим поздравить победителя прошлого конкурса. Помните, что мы всегда стараемся только для вас. Мы вас очень любим и ценим. Спасибо вам за всё, друзья. Удачи и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok